Привет, друзья! С вами Антон Звягинцев и сегодня у нас обзор и тест мощного электроскейтборда от бренда X-Way Flex Pro. Давайте посмотрим новинку этого сезона. Сейчас мы вместе с вами ее распакуем, а также отправимся по классике на улицу и там уже будем по максимуму тестировать. Так что, поехали! Все электроскейтборды X-Way приходят вот в таких вот картонных боксах, поэтому сейчас мы откроем его и посмотрим нашу дощечку. Так, как всегда у нас идет защитный пластик сверху, мы его убираем и собственно идет наш уже электроскейтборд. Вот так вот он упакован, аккуратненько, все красивенько, по-новому, кстати, по-новому, да, потому что на других моделях он как-то по-другому и не такой, достаточно тяжелый, блин, тяжеленький. И все остальные детали у нас находятся вот в таком вот маленьком картонном боксе, как будто у нас коробка в коробке. Так, ладно, это мы убираем, это нам не нужно, там больше ничего у нас нет. Итак, вот он наш, значит, электроскейтборд Pro-версия, о нем мы поговорим чуть попозже и давайте посмотрим, что же у нас находится вот в этой замечательной коробочке. Новая упаковка вообще комплектации электроскейтборда X-Way, так что давайте чекать. Так, у нас списано Open, открываем и тут у нас вот так все красивенько, классненько упаковано. Встречает нас, как всегда, конвертик от X-Way, где написано, что вы теперь стали членом электроскейтборд комьюнити X-Way, подпись их создателя. Так что, ребята, вы не просто катаетесь на электроскейтборде, а вы теперь уже и в комьюнити. Также по классике идет у нас кейс, где написана вся информация про доску и также тут есть еще дополнительно вот такие вот стикеры, которые вы можете наклеить на доску или там, не знаю, на холодильник, например. Квик старт гайд, где будет все написано, как определить свою стойку, как стоять на доске, как отталкивать. Так, что у нас дальше? А дальше идет непосредственно вся наша техническая часть, а именно Skate Tool. Skate Tool, ребята, оранжевый Skate Tool с отверткой и шестигранником. Skate Tool нужен, чтобы настраивать нашу доску, откручивать колеса, затягивать подвески, а также там если нужно что-то раскрутить. Но в любом случае Skate Tool вам нужен и X-Way его дают вам в комплекте. Затем идет у нас пульт. Пульт у нас никак не изменился, в принципе точно такой же, как и на всех моделях. А вот ремешок у нас другой. Ремешочек у нас вот такой вот интересный. Но про пульт и про все характеристики, как он работает, включается мы поговорим уже на тесте. Сейчас у нас именно обзор и немножко про характеристики мы поговорим этого электроскейтборда. Так, пульт у нас есть. Ну и собственно зарядка. Зарядка, зарядка, о, зарядка у нас какая-то новенькая, маленькая. Я так понимаю достаточно мощная зарядка. Также она зарядка у нас идет с индикатором. Наверное она будет гореть, если красным, то зарядкой только идет. Зеленая уже зарядилась. В любом случае я когда заряжу вам все, скажу как это все выглядело. И у нас еще идет вторая прослойка, где идет оранжевый браслет, то что вы в тиме X-Way. Можете его надеть и кататься. И идут у нас непосредственно шнурки. Так, о, это что новенькое? Это что-то новенькое. А что это у нас такое? Так, ладно, с этим сейчас каким-то разъемом мы разберемся. О, еще у нас тут новенькое, ребят. Так, ну это я думаю все уже знаете. Это дополнительные болты, винты. Также у нас идет шнур Type-C для зарядки пульта. Еще дополнительно идет у нас получается звездочка, чтобы если вдруг вы хотите там раскрутить батарею или еще что-то. Но я в любом случае вам этого не советую. Если что-то с электроникой там у вас сломалось или еще что-нибудь, можете писать ребятам. Но в любом случае на этот электроскейтборд у вас гарантия 6 месяцев, поэтому ничего с ним не должно произойти. Главное не кататься жестко по лужам. С этим все у нас понятно. Что у нас тут? Идут у нас дополнительные вилки. Как всегда у нас три типа вилок. Поэтому для любой розетки у вас подойдет, куда бы вы только не отправились с этим электроскейтбордом. Везде вы сможете его зарядить, даже никакие переходники вам не нужны. Итак, электроскейтборд от бренда X-Way Flex Pro. Выглядит у нас вот так. Почему Flex? Потому что он имеет Flex. Я могу сказать, что здесь скорее всего у нас идет древесина. Это не карбон, это у нас все-таки бамбук, но бамбук защищенный. То есть он хорошо таким толстым слоем прокрашен, таким даже матовым, очень приятным на ощупь. И влага никак не проникнет на доску, если только сильно вы ее там не поцарапаете. Она у вас не разбухнет и все с ней будет окей. Конкейв в этой доске присутствует, поэтому когда вы будете стоять на доске, вам будет достаточно приятно и кофорно стоять. Вы будете чувствовать вот эти загибы, как будто конты. Но это не конты, ребята, это называется конкейв. Также у этой доски есть минимальный выгиб во внутренней части. Это означает то, что она выдерживает до 200 килограмм. То есть вы можете спокойно кататься на этом лонгборде, независимо от вашего веса. Но все-таки я вас предупреждаю, если вы весите там больше 100 килограмм, сильно на этой доске не флексите. То есть особо не прыгайте. Она, конечно, будет прогибаться под вами, она не сломается, потому что это бамбук, он достаточно прочный, плюс имеется конкейв. Но в любом случае лучше на этой доске сильно не прыгать. Флекс предназначен для того, чтобы вы, когда едете по плитке, по неровностям, вы вот эту вибрацию гасили. То есть вы едете вот такой, как будто на пружинке. И колеса, и сама доска все эти неровности убирают. Поэтому это классный плюс именно для лонгбордов такого небольшого размера. И, кстати, что касается размера, давайте посмотрим по длине. Так, длина этого электроскейлборда составляет 98 сантиметров. Ширина у нас посередине 22. И в самых больших значениях, ну, здесь, например, 25. В принципе, стандартные размеры для такого мощного электроскейлборда подойдут для каждого, особенно для тех, кто только учится кататься. Но я могу сказать, ребята, что это у нас Pro-версия, а это означает то, что доска разгоняется достаточно быстро. А быстро она разгоняется, потому что здесь у нас стоят мощные вот такие вот моторы. Мощность в сумме двух этих моторов составляет 2520 ватт. И максимальную скорость доска выдает 50 км в час, что я могу сказать достаточно быстро для такого небольшого электроскейлборда. Но это у нас Pro-версия, поэтому ребята поставили сюда достаточно мощный мотор. Я это обязательно протестирую, погоняю на всех режимах, погоняю на максимальной скорости, скажу свои впечатления по этой доске. И тем самым вы сможете сделать для себя оптимальный выбор. Хотите вы себе достаточно мощный электроскейлборд, который разгоняется до 50 км в час, или взять что-то немножко попроще, который разгоняется до 40 км в час. Но в любом случае, ребята, могу сказать, если вы только учитесь кататься, то уже больше 25 км в час вам будет казаться, что вы будете ехать быстро. И что касается мощности самой батареи. Батарея у нас размещена ближе к передней части электроскейлборда. Это, кстати, правильно, потому что когда мы катаемся на скейте, у нас всегда вес тела находится на передней части, чтобы не словить в облу. Если вы переносите вес тела на заднюю ногу, вас можно вот так зашатать. Здесь ребята из XV о вас позаботились и поставили батарею ближе к передней части. Расстояние, которое вы можете проехать на этой батарее, составляет до 40 км. Но в любом случае, ребята, все зависит именно от вашего стиля катания. Если будете ехать осторожно, ни по траве, ни по горам, ни все остальное, то вы сможете и больше проехать. Если будете, конечно, втапливать, жарить и резко тормозить, то, конечно, можете и меньше. Но, в принципе, 40 км весьма хватает на кататься весь день. И самый главный плюс, то, что заряжается доска всего за 2 часа, а если у вас есть быстрая зарядка, то за час. Поэтому вы можете покататься по городу, заехать куда-нибудь покушать, поставить ее на зарядку. А вы можете, в принципе, в любом месте попросить, чтобы вас зарядили. Никаких проблем никогда с этим не было. И тем самым вы уже можете покататься 80 км. В принципе, достаточно большой и хороший рейндж. Что касается у нас колес. Колеса здесь у нас стоят стритовые. Они у нас подходят именно для гладкого, хорошего асфальта. По диаметру у нас тут 90 мм, пятно контакта 64 мм и жесткость 78А. В принципе, достаточно стандартные колеса для электроскейтбордов X-Way. Мягенькие, хорошенькие, с хорошим накатом. В принципе, вы будете достаточно быстро ехать. Но, в любом случае, мы это сейчас все вместе протестируем. Кстати, на передней и задней части ноуза и тейла у нас находится пластиковая защита, чтобы не чипнули вашу доску. Это тоже хороший плюс, потому что в любом случае доска у вас куда-нибудь там в бордюру летит. Или вы там случайно жмете газ, она ударится. Но, чтобы не повредить саму доску, вы будете повреждать вот этот вот защитный пластик. Подвески у нас тут стандартные X-Way. В принципе, я на них уже катался, хорошие. Но, в любом случае, сейчас покатаемся, также вам расскажу. Ну что, по характеристикам, что идет у нас в комплекте, в принципе, все понятно. Давайте отправимся теперь уже на улицу. Покатаем, потестируем эту доску, поразгоняемся на ней, посмотрим на ее маневренность. С этими колесами такое ощущение, что у вас какая-то спортивная гонка. Так что, пора ее тестировать. И перед тем, как мы сейчас отправимся кататься, напоминаю, то, что приобрести эту доску вы можете на официальном сайте X-Way. Ссылочка будет в описании. Заходите, там большое количество разных электроскейтбордов. И, в любом случае, вы найдете для себя подходящую модель, как для тех, кто только впервые учится кататься на электроскейтборде. И так для тех, кто любит уже вообще просто гонять или по горам, или по асфальту на максимальной скорости. Так что, залетайте, ссылочки все есть. И смотрите. Ну, а я отправляюсь кататься на X-Way Flex Pro. Let's go! Ну что, ребята, все, мы находимся на споте. Я уже еду на доске. Могу сказать, ребята, что это очень быстрая доска. Я доехал до спота. Тут Воробьевы горы. В принципе, достаточно хорошая и длинная дорога, чтобы нам сделать замеры. Но могу сказать, ребята, эта гоночка сегодня меня и вас точно удивит. Потому что здесь очень мощные моторы. И пока я сюда ехал, я такой, думаю, блин, как же это будет быстро. Еще такой момент, с которым я сам столкнулся. Для этой доски, чтобы разложить ее скорость, нужно другое приложение. Есть приложение X-Way, а есть приложение X-Skate. Так вот, вам нужно установить приложение X-Skate. И там есть несколько манипуляций, как подключить доску. В конце видео я вам расскажу, как подключить доску. И могу сказать то, что в этом приложении появилось огромное количество кастомизации. Больше, чем приложение X-Way. Поэтому обязательно придется вам его скачать, если у вас Flex Pro. Потому что без него у вас ничего не получится. Поэтому X-Skate приложение вам нужно. Но теперь переходим непосредственно к нашей дощечке. Ну что, вот наша гонка X-Way Flex Pro. Очень мощная доска. Просто послушайте, как работает мотор. Мне страшно. Включаем самый жесткий режим, где у нас все на сотку. И жмем. Она орет. Она просто орет. Посмотрите. Показывает 52. 52. Вы сумасшедшие. Сейчас я еду на первой скорости. У нас показано 12 километров в час. Но могу сказать, что это, по-моему, 10%. И вообще, вы можете как угодно настроить. Хоть первую, хоть вторую, хоть третью скорость. Настроек очень много. Также еще есть мод круиз-контроль. Чтобы она сразу назад ехала. Реверсивный ход. В общем, все, что вам нужно от электроскейтборда. Здесь все есть. Плюс она еще имеет флекс. Она флексит. На ней можно попрыгать. Все препятствия, все неровности она хорошо съедает. По такому гладкому и хорошему асфальту ехать на стритовых колесах очень приятно. Но теперь пора на ней поразгоняться. Мне страшно. Честно говорю. Страшно, потому что колесная база у этой доски достаточно небольшая. А мощностей очень много. Прям безумно много. Поэтому, ну, давайте, наверное, в первом моде, что мы уже поняли, что тут ничего такого нет. Вот сейчас на втором поедем, посмотрим. Это у нас получается 25 километров. Уже, в принципе, ощутимо. Насчет держака. Колеса очень хорошо держат. Асфальт максимально здесь гладкий, ровненький. И меня не скидут. Вот, я могу даже задохнуть. Вот. Не заслаживает. Очень хорошо, поэтому, в принципе, карвы на этой доске вы можете делать как угодно. Вас в слайд не закинет, если, при условии, только если асфальт не мокрый или на нем нет какой-нибудь там жесткой пыли. Но мне нравится. Доска отрабатывает хорошо. И это у нас получается 25 километров в час. Я же говорю, тормоза резки, но это я таких настроек. Вы можете их настроить намного по-лейтове. Так, не договорил. Насчет карвинга. Я доску затянул, но даже до затянутых бушингов, там, кстати, стоит бочка-бочка, все хорошо отрабатывается. Вот, я еду и спокойно могу на 25 километров в час карвить. При том, что это затянутые бушинги. Поэтому, ребят, если вы весите под сотку, то даже эти бушинги вам отлично подойдут. Вот, спокойно еду и могу заложить карв. Если я их еще сильнее раскручу, то карв будет еще больше. Мне кажется, что подвеска тут, градус поворота, где-то полтинник. Но из-за того, что стоит бочка-бочка бушинг, я чувствую хорошую стабильность. Во, прям флекс продавливает. Оп, и продавил. Офигенно. Оп, продавил. Топчик. Нравится, очень нравится. Так, переходим, значит, на третью скорость. Так, третья скорость. Сколько у нас пока? Это, по-моему, я делал 50%. Показывает 36. 36. Ну, окей. Поехали. 36. Так, ну это у нас будет с горочки. Я думаю, 36 мы в любом случае дадим. Резкий разгон. Ну, это я вот так настроил также. Вы можете настроить его и потише. Почти в пол. Мы едем с горки. Так, сколько? 34. 36 есть ровно. Вот, с горки еду. Мчим просто. А, люки. Объезжаем. Так, еще ускорение. 36 км в час. Сейчас спокойно едем. Ощутимо. Хорошо ощутимо прям. Можно даже позакладывать немного. Оп, оп, оп. Все. И отормаживаемся. Так, люк. Отормаживаюсь. И плавненькое у нас торможение. Еее. Могу сказать то, что 50% от скорости максимальной ее вполне хватает. Ну, в принципе, по городу поедет норм. Но мы хотим же максимум до доски. Максималку она показывает у нас 50 км в час. Что-то мне подсказывает, что мы в любом случае поедем 50 км в час даже вот в эту небольшую горку. Ой, блин, ребята. Все ради вашего контента. Поэтому не забудьте подписаться, поставить лайк. И сейчас будем выжимать максималку от этого электроскейтборда Flex Pro. Так, переходим. Переходим, значит, на наш четвертый режим. Смотрим, как она у нас крутится. 52 показывает. Орет просто жесть. Посмотри. Она даже дрифтует. Жесть. Едем. Мне нужно смотреть и на спидометр, и на дорогу. Так, сколько у нас? Сейчас 31. Там где-то у нас были люки. Так, сбросил. 36. Блин. Нет, с дорогой здесь какие-то проблемы. Так, 36 равно. Подадим. 40. Бля, Мак, переходнюю. Чего-то, блин, попало под колеса. Так, я видел цифру 41. Я не могу смотреть и на дорогу, и на пульт. Но немножечко я поймал, так сказать, вобл большую. Но это было вобла, как будто я нырнул. Ладно, так. Поехали. Вот так буду держать. В принципе, я все увижу. Так, топим. 28. 36. 40. 42. Ёб твою мать. 44. 49. 49. Блин, дальше не хочется сажать, честно. Во-первых, дорогу не знаю. Во-вторых, она может еще больше. Мне кажется, я даже не в пол держал. Так. 40. 45. 47. 49. 50. 51. Дает джазу, дает джазу доска. О, вот это адреналинчик. Ой, давно я так быстро не отгинялся на такой маленькой дощечке. Вот честно, ребят, была бы база побольше, да хоть лежа можно было и 60, и 70 делать. Но из-за того, что база узенькая, блин, аж в горле пересохла, немножко страшновато. Но полтинник мы сделали даже, даже больше. И мне что-то кажется, что можно было еще больше, потому что мы ехали в горку. Ну что могу сказать, ребят, доска может, доска может, доска может разогнаться очень быстро, доска может поехать очень медленно, как вы ее настроите. Но, но, я вам все-таки не рекомендую ставить все на 100%. Реально, даже для меня, для такого опытного райдера, достаточно высокая скорость, не в том плане, что страшно, нет. В том плане, то, что колесная база узкая, и не хватает ширины подвески, чтобы вас не забаблило. Меня, конечно, не забаблило, доска держала хорошо, но мне все равно хотелось быть чуть поустойчивой. И плюс, тут еще флекс. Все вы знаете, все вы помните, я уже много раз говорю во всех своих обзорах, то, что флекс добавляет вам воблу. Потому что любая неровность, любой стык, еще что-нибудь, делайте вот эту пружинку доской, и вас дальше может забаблить. Поэтому будьте осторожны, будьте аккуратны. На 30 км в час вы сориентируетесь, на 40 тоже сориентируетесь. Но на 50 вам будет весьма сложно. А убраться на 50, это вообще, ну, очень жестко. Поэтому, ребят, будьте осторожны. И всегда говорю, носите шлем, даже можно полную экипировку, там, на локотнике, на коленнике, перчатки. Если вы любите прям сильно погонять в толпе. Но я думаю, что для этой доски оптимальный вариант это вот сорокет ехать и кататься по городу. Потому что она очень маневренная, она достаточно быстрая. И самое главное, то, что хороший запас хода, и вы можете быстренько ее позарядить где-нибудь в кафешке. Поэтому Flex Pro, ну, реально для Pro, честно говоря, если уже умеете кататься, берите эмоции. Блин, вот этот адреналин вы получите 100 из 100. Но, ребята, все равно техника должна быть. Правильно катайтесь, вес переносите вперед, когда уже топите. Когда стартуете сначала назад. И защита. Еще раз повторяю, катайте только в защите. На электродосках, на просто лонгбордах. Особенно, если вы гоняете быстро или только учитесь. Итак, ребята, как я обещал, рассказываю, как подключить доску к приложению X-Skate. Не X-Way приложение, а X-Skate. Для этого качаем приложение, открываем его, затем держим кнопку, пока не догонится красный индикатор. Вот он загорелся, вот красный индикатор. Теперь берем пульт и держим кнопку. Долго держим. Держим, 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 держим. Вот он загорается. И появляется вот такое вот меню. Вот такое вот меню у нас появилось. Убираем пульт, заходим в приложение, нажимаем добавить. Добавить устройство. нажимаем вот судима вот у нас идет вот такая вот закачка и все видите здесь у нас появляются наши настройки и теперь вы можете спокойно здесь настраивать включать разные моды настраивать скорость настраивать передачи там круиз-контроль shift lock и все остальное в общем обязательно поставьте что у вас километров час не мили и также у вас видите 2 vd это значит нас два мотора они полноприводные так что пользуйтесь и разлучивайте свою доску на максимальную скорость ну что ребята в заключении хочу сказать то что доска очень быстро мне понравилось максимальную скорость она выдаст вам сто процентов поэтому если хотите себе такой электроскейтборд xv flex pro то заходите по ссылочке в описании на официальный сайт выбирайте эту модель или другую а также пишите ребятам они вам все подскажут и выберут именно электроскейтборд под ваш стиль катания но я с вами прощаюсь с вами был антон звягинцев увидимся уже в следующем видео и забудьте посмотреть мои другие видео на этом канале поставить максимально электро лайк и увидимся на споте до новых встреч пока пока